Привет, с вами SM Films, и не так давно я попросил вас задать пару вопросов Андрею Струговцу, который играл в нашем короткометражном фильме «Порог». Если мы сейчас же не ограничим твои воспоминания, будет только хуже. Паранезии или черт знает что еще. Воспоминания очень нестабильны. Мы должны контролировать ситуацию. На его счету также участие в полнометражном фильме «Батальон». Он играл во многих сериалах, спектаклях и других короткометражных фильмах. Неудивительно, что вопросов пришло довольно много, так что я, пожалуй, заткнусь и передам слово Андрею. Привет, меня зовут Андрей Струговец. Я... Да что ж, Юра Дудь там что-то опять мудрит. Мешает интервью. Всем привет, меня зовут Андрей Струговец. Я актер театра и кино. Команда SM Films собрала вопросы от подписчиков, и я буду рад ответить на них. Прежде чем поступить в театральный институт, я к этому, конечно, долго шел. Еще с пяти лет начинал заниматься танцами. Потом у меня началась музыкальная школа, где я обучался по классу баяна. Семилетку окончил, так скажем, у меня уже музыкальная база была. Ну и примерно с лет 14, когда у меня появилась первая видеокамера, я уже начинал снимать свои первые ролики, какие-то короткометражные фильмы. И в это полностью втянулся. И пришел к тому, что нужно поступать в театральный институт. Я поступил в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, в мастерская Геннадия Алексеевича Кустова. Это был актерско-режиссерский курс. Если вспоминать какие-то актерские свои работы, это чеховские пьесы. Что, нужно было сидеть весь вечер? Ну а как же? Чуть было не забыл! Потом выпускной спектакль у меня был по пьесе Найденова «Дети Ванюшина», где я играл одну из главных ролей Константина, старшего брата, в большой-большой семье Ванюшиных. Где-то с третьего курса меня позвали на киностудию оставить свои фотографии. Я начал сниматься в первых своих сериальных проектах. Вот это был 2010 год. Вот уже как 7 лет я участвую в различных проектах. Сериальных, короткометражных фильмах и рекламе. Год назад Артур Вишневский связался со мной, полностью расписал план действий, что он хочет от меня, скинул весь тритмент, потом свои прежние короткометражные работы, шоу-рилы. И я сразу понял, что с ним надо работать. Это человек-профи своего дела, и это будет интересно. И так все завертелось. Да, такие ситуации иногда возникают, когда хочется максимально глубоко раскрыть свой персонаж. Но бывают различные ситуации, когда в сценарии этот потенциал заложен в истории, но когда с группой выходишь в съемочный процесс, возникают разноплановые ситуации. Погодные условия, режимная съемка, приходится какие-то куски выбрасывать. И тем самым история, конечно, страдает. И потом на выходе получается абсолютно ровный персонаж. Хотя в сценарии это все было заложено. Поэтому за этим нужно следить. И очень хорошо. Да, научиться можно. Это нужно записаться в какой-нибудь тренинг-студию. Как раз тренинги – это первый курс театрального института. Чем этот курс очень важен? Там идут упражнения на память физических действий, на наблюдение. Это очень необходимо на первоначальном этапе, чтобы максимально раскрепоститься, убрать зажимы актеру будущему. И сейчас полно таких студий в Петербурге, в Москве. Надо просто брать, записываться и ходить, и заниматься. А что касается книг, книг также очень много. Например, хорошая книга Марии Кнебель о действенном анализе пьесы и роли. Также могу посоветовать книжку Ивана Чабок «Мастерство актера». Там она четко разбирает по всем пунктам, с чего начинать, по задачам проходить, по сверхзадачам, по сценическому действию. В общем, все может получиться. И не хватает, знаешь, маленькой кошечки поглаживать. Да, можно, например, переозвучить его. Но вообще, конечно, лучше изначально делать хороший каст, подбирать актерский ансамбль, чтобы таких проблем не возникало. Но этим кино и славится, что можно все переозвучить, актера прикрыть крупностью, светом, шумами. Магия кино. Что делает актера хорошим? Искренность. И вера в предлагаемые обстоятельства. Изначально нужно с ними репетировать, все разбирать по кусочкам, по отдельным эпизодам, разбирать с актерами задачи, что они здесь делают. И все будет получаться. Нужно изучать его психологию, характер. Если это конкретный персонаж, допустим, мой в данной истории порог, там мне нужно было сыграть ученого, оператора компьютерной станции. Конечно, я этим никогда не занимался. Мне нужно было, так скажем, вжиться в этот образ. Конечно, что ты приносишь от себя, то, что у тебя уже с опытом наработано. Но также можно пересмотреть какие-то различные картины, которые снимались ранее различными режиссерами. Почитать какую-то литературу, как, допустим, правильно работать с этими интерфейсами, как работать с аппаратом, который надевается на голову, который считывает все эти импульсы головного мозга. Конечно, было полезно мне почитать, чтобы органично существовать в кадре. Хорошенечко приклеить на клей мастика. Также есть другие виды клеев. Мне, прежде всего, удобнее хорошенечко выучить текст, знать его от А до Я. А потом уже на площадке, когда уже тебя текст не держит, ты можешь импровизировать, можно договариваться с партнером, можно не договариваться с партнером. Также это обсуждается с режиссером, который подкидывает тебе определенные манки, и ты уже, отталкиваясь от них, действуешь. Сценарий запоминается последовательно, как и все любые куски, на которыми ты работаешь. Никто никогда не ставит сразу целиком весь фильм, там, короткометражный фильм или полный метр. Всегда снимается по кускам. Это 30 секунд, минута. Вот на эти 30 секунд ты готовишься, учишь текст. Взаимодействует бок о бок, большой единой командой, у которых есть одна общая цель – снять хорошее кино. Итак, на этом все на сегодня. Спасибо большое Андрею за ответы. Вы можете найти его по этой ссылке, которая также есть в описании. И увидимся в следующем выпуске. До скорого! Не пишем? Давай, пишем?